История Этот самолет на данный момент является, наверное, самым мощным стратегическим бомбардировщиком и по грузоподъемности, и по вооружению, которое он может нести. Заплыв по болоту на горном велосипеде, сырные катания с горы и бег с женой на шее. Самые странные виды спорта. Откуда они такие берутся? Страуса зовут Дин Кардашьян. Судя по всему, очень смешно. Секретный проект ЦРУ «Синяя птица». Какие эксперименты ставили над корейскими политзаключенными? И какую роль в этих опытах сыграли разработки немецких нацистов? Вот нюрминский процесс для кого-то был подведением итогов Второй мировой войны и наказания преступников, а для кого-то тем местом, где сформирован был кадровый потенциал потом американской спецслужбы. Особо агрессивные барсуки атакуют жителей Ирака. Жертвами нападений уже стали десятки человек из города Басра. Ученые утверждают, что животные – результат генетических экспериментов. Почему эти звери могут быть смертельно опасны? Если иметь глупости взять за шкуру, он внутри шкуры в жире как вертится. Новая версия смерти Моцарта. Кому помешал гениальный композитор? И что его связывало с тайными масонскими обществами? Он не захотел быть музыкальным негром. Он эту тайну раскрыл своим друзьям, в том числе Сальери. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В американском издании Military Times появилась разгромная статья о состоянии ВВС США. Специалисты утверждают, что в Штатах количество аварий военной авиации растет в геометрической прогрессии. Недавно японская общественная вещательная корпорация сообщила об очередных крушениях американских самолетов. В результате катастрофы погибли 7 человек. По мнению аналитиков, причины проблем с американской авиатехникой кроются в ее отвратительном техническом состоянии. Хуже всего пришлось бомбардировщикам Б-1. Сейчас подняться в воздух могут только 40% этих машин. Изначально Б-1 «Копьеносец» — это аналог отечественного самолета Ту-160 «Белый лебедь». Но может ли сегодня американский бомбардировщик составить конкуренцию нашему самолету? Специалисты сравнили эти машины. На что они способны в реальном бою? Кто победил в схватке? И почему американцы никогда не направят Б-1 против России? На первый взгляд стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» и Б-1 «Копьеносец» — близнецы-братья. Оба появились на свет в разгар холодной войны. Оба созданы для бомбежки тылов противника. Машины очень похожи даже внешне. Но развитие ракетного вооружения поставило жирный крест на мировой дальней авиации. Неповоротливый, огромных размеров бомбардировщик оказался слишком уязвим перед любой современной зенитной ракетой или истребителем-перехватчиком. Поэтому концепция боевого применения бомбардировщиков резко изменилась. Сегодня российский «Белый лебедь» вооружили крылатыми ракетами с ядерной начинкой. Этот самолет на данный момент является, наверное, самым мощным стратегическим бомбардировщиком. Мы крылатые ракеты Х-55СМ, которые могут лететь на дальности более 2500 километров. И каждая из этих ракет может нести ядерный заряд. В глобальной войне бомбардировщики «Белый лебедь» подлетают в зоне действия вражеской ПВО и, не заходя в нее, пускают ядерные крылатые ракеты по заранее отмеченным целям. Дальше боеголовки все сделают сами. Сейчас производится модернизация имеющихся Ту-160. Они получают буковку «М» и они могут теперь нести новые крылатые ракеты Х-101 и Х-102. 101 — это без ядерной боеголовки, ракета 102 — это с ядерной. Американцы, напротив, модернизировать «Б-1» не стали. Прорвать российскую систему противовоздушной обороны копьеносец все равно никогда не сможет. А для войны в странах третьего мира хватает и старой машины. В результате у копьеносцев изменились только крепления под новые виды высокоточных боеприпасов. Мы бы никогда в Боркино-Фасоу этот самолет не направили бомбить, а американцы запросто. Ведь основная слабость американцев, поскольку они эксплуатируют весь мир, надо держать его в подчинении. Поэтому им нужен авианосный флот и дальняя авиация. То есть там она определенные функции выполняла, в отличие от нас. Как показал богатый опыт боевых действий по всему миру, такая техника себя полностью оправдала. Старые американские копьеносцы «Б-1» работают в Афганистане, Ираке и других странах третьего мира. Даже бомбардировщики нового поколения американцы делают строго в ограниченных количествах и явно не для участия в глобальной войне. В крупных столкновениях все это, конечно, никому не нужно. А вот против стран третьего мира эти вещи очень эффективны. И то, что американцы доминировали в течение вот этого очень длительного периода времени, никто не мог возникнуть, это полностью подтвердилось. Российские же бомбардировщики Ту-160 только недавно смогли впервые поучаствовать в реальной боевой операции. Они обрушили тонны бомб на инфраструктуру сирийских террористов. Но для таких операций суперсовременное оснащение российских машин явно избыточно. Как считают эксперты, сегодня американский копьеносец российскому «Белому лебедю» уже не конкурент. И в условиях глобальной современной войны у самолета США практически нет шансов не только выполнить поставленную задачу, но и просто уцелеть. Атемный авианосец Соединённых Штатов Америки «Энтерпрайз» отправился в свой последний путь. На верфи «Ньюпорт-Ньюс» более тысячи рабочих разберут его на металлолом. Этот корабль стал первым судном с ядерной силовой установкой. Он вошёл в состав военно-морского флота США в ноябре 1961 года. В феврале прошлого года старичка «Энтерпрайз» отправили на пенсию. За время своей службы судно прошло через многое и даже серию пожаров в середине 60-х. В тот период на военных кораблях погибло в общей сложности около сотни человек. По словам экспертов, эти пожары далеко не самые страшные трагедии в американских военно-морских силах. Какие тайны скрывают военные моряки США? Сколько жизней загубили суперсудно Америки в прошлом? И чем рискуют экипажи современных кораблей? Главным провалом американских ВМС, по мнению специалистов, сегодня стал спуск на воду самого дорогого корабля в мире – многоцелевого атомного авианосца «Джеральд Форд». Он обошёлся в США более чем в 13 миллиардов долларов. На испытаниях выяснилось – новые системы дают сбой на каждом 20-м запуске. Они могут сжечь электронную начинку самолёта или запустить его прямиком в море. Если катапульты не работают, десятки тысяч людей, десятки командных пунктов, сотни самолётов, сотни кораблей прикрытия – бесполезно. Поэтому вариант только один – неисправно катапульта – ничего не получилось. Вот и всё. Американские эксперты признаются – сегодня так называемый «символ американского могущества» тяжёлый атомный авианосец «Джеральд Форд» стал угрозой не для врагов Америки, а для её бюджета и самих военных. Политики США любят рассказывать на публику о непобедимом американском флоте, главная сила которого – в эсминцах и авианосцах. Но в этих громких речах они не говорят о десятках катастроф и пожаров, которые почти каждые пять лет происходят на кораблях. И по оценке экспертов, основная причина аварии – халатность самих моряков и регулярные технические неполадки. Например, 26 октября 1966 года на авианосце «Арискани» матрос переносил связку сигнальных ракет. Одна из них загорелась и попала в ящик с пиротехникой. Раздался взрыв. В считанные минуты пожар уничтожил все самолёты на палубе. Погибло больше 44 человек, в том числе опытные пилоты, которые как раз участвовали в бомбардировках Северного Вьетнама. Ущерб был очень большой. В 1967 году в Танкинском заливе ударный авианосец «Форестл» прикрывал воюющие во Вьетнаме подразделения. Внезапно с одного из самолётов «Скай-Хок» стартовала неуправляемая ракета «Зуни». Она угодила в полностью заправленные и снаряжённые к вылету машины. Целый день на шести палубах корабля бушевал пожар. Взрывались ракеты и бомбы. За борт был выброшен 21 самолёт. В огне погибло 134 матроса. Свыше 170 человек получили ранения и ожоги. Сбрасывать пришлось и боевые самолёты, и снаряды, и ракеты, которые были на палубе. То есть всё, что было взрывоопасного в момент пожара, конечно, приходилось сбрасывать практически без всяких, без разбора. По словам экспертов, в США авиационные аварии и катастрофы на авианосцах уже давно стали обычным явлением. В 1981 году самолёт радиоэлектронной борьбы «Проулер» приземлился на авианосец «Нимец» и врезался в вертолёт «Си Кинг». Вспыхнул пожар. В огне взорвались пять ракет «Сперроу». Результат – 14 убитых, 39 раненых. Сгорело 17 самолётов и один вертолёт. Когда эти корабли горели, происходили там пожары, в основном это было связано с халатным отношением к службе экипажа, по большей части. Ну, это о многом говорит, конечно. С переменным успехом авианосец «Нимец» дожил до 1988 года. Но во время похода в Аравийском море у штурмовика А-7 замкнула электрический спуск пушки «Вулкан». Это оружие делает до 4000 выстрелов в минуту. Самопроизвольная очередь вулкана изрешетила и подожгла самолёт-заправщик. Следом запылали ещё семь бортов. Чтобы спасти корабль и остальные машины, все семь дорогостоящих машин столкнули за борт. Уже через три года, в 1991-м, всё на том же злополучном «Нимеце» при посадке разбился самолёт «Хорна». В 1994-м при заходе на посадку на авианосец «Авраам Линкольн» погибла первая женщина-пилот палубной авиации «Кара Халтгрен». Её F-14 «Томкат» упал в воду. Взрывы и пожары на таких опасных объектах, они, конечно, представляют особую опасность. Именно потому, что ядерное топливо может загрязнить большую территорию Мирового океана. Всего за послевоенную историю на авианосцах США зарегистрировано более сотни крупных аварий. Как показывает практика, на этих судах каждую секунду обязательно что-то ломается. Современные эксперты считают, что главная причина – в слишком сложной конструкции таких кораблей и мелких недоработках при их создании. Всё это превращает авианосцы США в плавучую угрозу для самих моряков. Далее в программе. На месте таяния ледника французский альпинист нашёл сундук с сокровищами. Драгоценные камни эксперты оценили в четверть миллиона евро. Какие ещё находки скрываются подо льдами? И что находят учёные из-за таяния ледников? Глобальное потепление готовит нам очень много сюрпризов. Как интересно, так и не очень. Заплыв по болоту на горном велосипеде. Сырные катания с горы и бег с женой на шее. Самые странные виды спорта. Откуда они такие берутся? Страуса зовут Ким Кардашьян. Судя по всему, очень смешно. Секретный проект ЦРУ «Синяя птица». Какие эксперименты ставили над корейскими политзаключёнными? И какую роль в этих опытах сыграли разработки немецких нацистов? Вот нюрмельский процесс для кого-то был подведением итогов Второй мировой войны и наказания преступников. А для кого-то тем местом, где сформирован был кадровый потенциал потом американской спецслужбы. Новая версия смерти Моцарта. Кому помешал гениальный композитор? И что его связывало с тайными масонскими обществами? Он не захотел быть музыкальным негром. Он эту тайну раскрыл. Своим друзьям, в том числе Сальери. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Финны активно готовятся к чемпионату страны по преодолению препятствий с женой на шее. Соревнования по этому необычному виду спорта пройдут в стране в начале июля. По правилам спортсмены должны пройти так называемую полосу выживания длиной более 250 метров, неся на плечах свою жену. Победитель получает столько пива, сколько весят его супруга. Но откуда берутся такие странные виды спорта? Кто их придумывает и зачем? Где устраивают забеги на кроватях и гонки за сыром? И для чего нужны страусиные скачки? Преодоление полосы препятствий с женой на плечах требует серьезной физической подготовки. Спортсменам нужно пройти бассейн с водой, барьер из бревен, пробежать по гравию и песку. А сделать это, неся на себе взрослого человека, совсем непросто. Несмотря на название, с женой на шее, на самом деле партнерша не обязательно должна быть официальной супругой бегуна. Главное, чтобы она весила больше 49 килограммов. Женщин можно переносить любыми способами. Например, верхом или через плечо. При этом организаторы поощряют спортсменов, придумывающих свой собственный метод. Там участвует огромное количество людей, есть призовые фонды, происходят телетрансляции этих забегов. Людям это нравится, дают в конце призы достаточно такие ощутимые. Ну, к примеру, там, мобильные телефоны, какие-то подарки и пиво в количестве веса супруги. В общем, это тоже такое интересное развлечение. Но кто вообще придумал такие забеги? Необычные кроссы проводят в городе Нерсборо. В каждой команде по семь человек. Шесть бегунов и один пассажир. Вместе с кроватью они должны преодолеть три километра по пересеченной местности и даже переплыть реку. Трасса как раз проходит через леса и парки. Затем идет через весь город к замку по крутым холмам. А затем вновь спускается вниз в другую часть города. Спуск этот очень крутой. Затем она пересекает реку Нид, которую участникам нужно переплывать. Это как раз последнее испытание и очень сложное. Первую подобную гонку провели в 1966 году. Ее целью был сбор средств на благотворительность. Но соревнования так понравились публике, что их стали проводить ежегодно. Мы проводим их уже 53 год. К этому уже все привыкли. Дороги перекрыты, автомобильного движения нет. Они открыты только для кровати, а также для зрителей, которые пришли посмотреть. В США особой популярностью пользуются гонки на страусах. Они появились сравнительно недавно, но уже завоевали сердца зрителей. В Америке у этого спорта поклонников не меньше, чем у классических лошадиных скачек. Страуса зовут Ким Кардашьян. Судя по всему, очень смешно. По словам экспертов, самое сложное – управлять строптивой птицей, ведь она так и норовит сбросить своего наездника. Это очень сложный спорт. Заниматься им сложно и безопасно. Чтобы повернуть направо или налево, нужно туда же направить и голову страуса. А для того, чтобы затормозить, спортсмены дергают шею животного на себя. Страусам такое отношение, конечно же, не нравится. Поэтому далеко не все наездники добираются до финиша. Но самым экстремальным и необычным видом спорта эксперты называют «покер с быками». Его правила очень просты. Посреди арены ставится стол, за него садятся игроки и просто играют в карты. Но при этом вокруг них бегает разъярённый бык. Оставаться хладнокровным в такой ситуации крайне сложно. Выигрывает, как и в обычной игре, тот, кто забирает все фишки соперников. Если, конечно, доживает до этого момента. Но каким образом такие странные виды спорта становятся популярнее традиционных? И почему люди стремятся участвовать в соревнованиях, не приносящих баснословных гонораров и мировой славы? Эксперты уверены, секрет успеха в том, что здесь любой желающий может стать звездой на час. Ведь в большинстве из этих забегов не нужна специальная подготовка. А для подачи заявки на участие достаточно одного лишь желания. Французский альпинист нашёл на горе Монблан сундук с сокровищами. Небольшой металлический ящик с драгоценными камнями, рубинами, изумрудами и сапфирами прятался под тонкой ледяной коркой. Находку эксперты оценили в 250 тысяч евро. По словам путешественника, он сумел заметить сокровища только благодаря отступившему леднику Бассону. Какие ещё невероятные находки скрываются под тающим ледниками? И могут ли они нести опасность человечеству? Найденный несколько лет назад в ледниках клад, сундук с драгоценными камнями, альпинист передал в полицию. Теперь ценности принадлежат властям города Шамани. А местные учёные пытаются разгадать, откуда в альдах Монблана появились эти несметные богатства. Эти драгоценности, которые тот альпинист нашёл на растаявшем леднике Бассон, оценили в 250 тысяч евро. Вероятно, эта коробка была частью груза индийского самолёта, который разбился здесь в 1950 году. Боинг 707 Air India потерпел крушение, ударившись о склон горы Монблан. Погибли 106 пассажиров и 11 членов экипажа. Специалисты считают, что камни принадлежали семье индийских ювелиров, летевших этим рейсом. Уникальная находка французского альпиниста – не единственный клад, найденный во льдах. За последние годы отступающие ледники открыли исследователям много тайн прошлого. Что касается сюрпризов интересных, для антропологов, для палеоботаников и палеонтологов это возможность увидеть туши древних животных, о которых мы только слышали и читали в книгах. Например, в Сибири учёные обнаружили превосходно сохранившуюся самку шерстистого мамонта. Ей дали имя Юка. Это единственные найденные останки подобного реликтового млекопитающего с сохранившимися тканями и мозгом. Не всегда находится только туша. Находят иногда просто ногу, предположим. Как только находится туша в хорошем состоянии, она обязательно исследуется, исследуется на возможность клонирования, на наличие даже неспособных и неразрушенных ДНК. Учёные из Южной Кореи заявили, что благодаря образцам ДНК мамонта Юки у них появился шанс возродить этот древний вид с помощью клонирования. Возможно, хотя по последней информации для клонирования мамонта нужно ещё минимум 50 лет. Сегодня специалисты уверены, что подобная климатическая катастрофа может повториться. В последние годы таяние ледников на планете настолько обширно, что уже начало сказываться на уровне Мирового океана. Но и это не самое страшное. Глобальное потепление готовит нам очень много сюрпризов. Как интересно, так и не очень. Там могут быть вирусы, которые нам неизвестны. И вместе с таянием они попадут в атмосферу и могут оказать большое влияние на всё человечество, вплоть до уничтожения. В 2014 году в вечной мерзлоте сибирской тундры исследователи уже обнаружили сразу два древнейших вируса, которые, по оценкам учёных Института микробиологии, находились в спящем состоянии минимум 30 тысяч лет. А после разморозки вновь активизировались. К счастью, найденные вирусы не опасны для человека. Сход ледников открывает не только тайны далёкого прошлого, но и секреты нашего времени. Так растаявшие в Гренландии льды открыли миру заброшенные сверхсекретные военные базы США времён Холодной войны. По отчётам правительства Дании, которой принадлежит остров, базы были построены в рамках реализации тайной операции США под кодовым названием «Ледяной червь». Проект свернули в 1966 году. По-видимому, в Вашингтоне рассчитывали, что ледник надёжно скроет объекты. Но глобальное потепление вмешалось в планы Пентагона. Далее в программе. Секретный проект ЦРУ «Синяя птица». Какие эксперименты ставили над корейскими политзаключёнными? И какую роль в этих опытах сыграли разработки немецких нацистов? Вот нюрмельский процесс для кого-то был подведением итогов Второй мировой войны и наказания преступников, а для кого-то – тем местом, где сформирован был кадровый потенциал потом американской спецслужбы. Новая версия смерти Моцарта. Кому помешал гениальный композитор? И что его связывало с тайными масонскими обществами? Он не захотел быть музыкальным негром. Он эту тайну раскрыл. Своим друзьям, в том числе, Сальери. Средневековый замок, охраняющий самое зловещее место на Земле. Кто и зачем построил крепость Гоусска? И правда ли, что там живут привидения? Современные многие религиозные деятели утверждают, что именно из этого провала начнется на планете Апокалипсис. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Специалисты НАСА утверждают, что с каждым годом температура на нашей планете растет. Такой вывод ученые сделали на основе многолетних исследований. Климатологи собрали показатели с более чем 6 тысяч метеорологических станций за последние 140 лет. Затем они создали ускоренную модель изменений климата Земли в период с 1880 по 2017 годы. Оказалось, что самый большой рост температуры на планете начался с 2013 года и продолжается до сих пор. На острове Сентинелл в Бенгальском заливе исследователи обнаружили уникальное дикое племя. Ученые назвали этот народ сентинельцами. Всего в племени около 250 человек. По словам антропологов, сегодня эти люди единственные представители абсолютно первобытного общества. Их развитие настолько примитивно, что они даже не умеют самостоятельно добывать огонь. Сейчас специалисты пытаются наладить контакт с сентинельцами. Недалеко от Рио-де-Жанейро, в городе Петрополис, бразильские уфологи сняли на видео НЛО. По словам исследователей, неизвестный светящийся объект двигался в небе на большой скорости. Они уверены, что это инопланетный летательный аппарат. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что на видео запечатлен метеорит. Правда, официальные власти утверждают, что никаких данных о падении метеорита в этом округе у них нет. Американские спецслужбы научились вызывать массовые самоубийства. В широкомасштабном эксперименте участвовали 44 американских университета, 15 исследовательских фондов, фармацевтические компании, 12 госпиталей и 3 тюрьмы. Эти данные обнаружили независимые исследователи после публикации очередной порции рассекреченных документов ЦРУ. Мало кто знает, но в 50-м году стартовал проект под названием «Синяя птица». Его целью была разработка эффективных методов воздействия на сознание и разум человека. Эксперименты проводились над корейскими политзаключенными. Причем в своих исследованиях американцы опирались на опыт нацистских ученых. К чему привели эти жестокие опыты? И каким испытаниям американцы подвергали корейских военнопленных? В начале 50-х сотрудники ЦРУ превращали людей в зомби. Они пытались создать идеальных солдат, которые, забыв об инстинкте самосохранения, будут выполнять любые приказы. Проект «Блю Бёрд» был создан в 1949 году для исследования воздействия на человеческую психику, для понятных, в целом, манипуляций над ней, для того, чтобы заставлять так или иначе управлять людьми, для того, чтобы вживлять им ложные воспоминания, для того, чтобы людьми манипулировать. «Блю Бёрд» в переводе с английского «синяя птица». Этот проект возглавил американский полковник Шеффилд Эдвардс. Перед началом опытов он изучил документы Нюрнбергского процесса. Особенно его интересовал раздел, где описывались пытки и казни, применявшиеся нацистами. В 50-е годы, в годы Корейской войны, появилась возможность получить, как вот не цинично это звучит, человеческий материал, как фашисты использовали, пленных, вообще военнопленных, узников концлагерей, да, для своих экспериментов, получить материал для проведения опытов над людьми. Для американцев таким материалом стали корейские военнопленные. Изучив эксперименты нацистов, Эдвардс решил приступить к собственным опытам. В июне 50-го группа специалистов отправилась в Японию. Руководство ЦРУ выдало директиву, цель приезда не разглашать, даже американскому командованию. Поскольку операция «синяя птица» была под грифами максимальной секретности, работа над ней продолжалась за пределами Соединенных Штатов, в том числе на различных участках суши, которые так или иначе контролировались разведведомствами Соединенных Штатов. Эдвардс составил подробный план превращения психически здорового человека в фанатичного зомби. Подопытных лишали сна, еды и отдыха. Через несколько дней полуживым людям давали наркотики. Затем их подвергали гипнозу. После этого измученные пленные теряли связь с реальностью. По разным данным, через эту программу прошло несколько тысяч человек. Точных данных, конечно, нет, и, скорее всего, мы о них никогда не узнаем. Но, тем не менее, по тем крупицам информации, которые до нас дошли, эта программа продолжалась достаточно долго. Результаты проекта американцев разочаровали. Вместо армии зомби они получили сотни изможденных и психически нездоровых людей, совершенно непригодных для воинской службы. эксперимент провалился. Но на этом жестокие опыты не прекратились. В конце 50-го года руководителя проекта «Синяя птица» полковника Эдвардса сменил Аллен Морзе. Перед ним поставили новую задачу изобрести детектор лжи. Задача была создать небольшой прибор, незаметный, который можно вмонтировать скрытно в ручку кресла, например, и который бы обладал такой чувствительностью, что позволял бы снимать данные и анализировать их с человека, который не знает о его существовании. Придумать такой чудо-прибор Аллен Морзе не смог. Зато он изобрел устройство под названием «Электросон». Прибор надевали на подопытного и пропускали через его голову мощный разряд тока. После таких опытов люди теряли рассудок и становились бесполезными для сотрудников спецслужб. Этот проект не был успешен, не удалось создать чудо-инструмента, который позволял бы шпионам определять ложь или правду на своих жертвах. Но тем не менее были установлены достаточно важные для ЦРУ свойства электрического тока. Руководство ЦРУ искало более щадящую методику, которая позволила бы управлять сознанием, не превращая людей в растения. В 1952-м началась новая серия экспериментов. Людей подвергали воздействию яркого света, холода, жары и ультразвука. Но экспериментаторы снова не смогли получить желаемого. Алан Даллас с руководителем лаборатории, которая занималась этими экспериментами, познакомился вообще-то на Нюрнбергском процессе. То есть, в принципе, вот Нюрнбергский процесс для кого-то был подведением итогов Второй мировой войны и наказания преступников, а для кого-то тем местом, где сформирован был кадровый потенциал потом американской спецслужбы. Проект «Синяя птица» стал началом двух других не менее жестоких операций «Артишок» и «МК «Ультра». Сотрудники ЦРУ продолжили искать сыворотку правды и способ управления человеческой психикой. В 60-х подопытными исследователей стали пациенты канадской психиатрической клиники. После того, как один из них умер, работой больницы заинтересовался Конгресс США. ЦРУ тут же уничтожила архивы. По официальной информации, с тех пор сотрудники американских спецслужб не проводят опыта над людьми. Но некоторые эксперты уверены, эксперименты над человеческой психикой все еще продолжаются. Жители иракского города Басра утверждают, что британские солдаты выпустили на их улицы барсуков-убийц. По словам очевидцев, эти необычные животные размером не больше таксы, но они агрессивны и нападают не только на домашний скот, но даже на крупных хищников, волков, тигров и ядовитых змей. И самое удивительное, что эти зверьки выходят из схватки победителями. Каким образом им это удается? И зачем барсукам понадобилось атаковать других животных? Что это? Новый вид или результат секретного эксперимента генетиков? Если верить книге рекордов Гиннесса, медоед – самый бесстрашный зверь на планете. Этот барсук живет по принципу в драке побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто не боится убить. Он свиряб и беспощаден, и готов наброситься даже на стаю львов. Действительно, существовали схватки медоеда с шестью львами, где это животное выходило, скажем так, победителем. Здесь как раз действует знаменитая формула не числом, а умением. Львы сами себе мешают при этой схватке, что медоед с помощью своих быстрых и резких движений, конечно, наносит большие повреждения этим хищникам, причем по самым болезненным местам. Но откуда такая храбрость у обычного барсука? Некоторые исследователи считают, что медоеды – это созданный в лаборатории под вид, а невероятная бесстрашие и агрессия заложены в них генетиками, а не природой. Тело медоедов будто создано для нападения. У этих животных толстая и эластичная шкура, которая словно поглощает удары. Она делает этих животных практически неуязвимыми для зубов и когтей соперника. Кроме того, само тело медоеда свободно движется внутри шкуры, как будто не крепится к ней. Если иметь глупость и взять за шкуру, он внутри шкуры в жире как вертится, как пуля. Даже смертельный яд кобры не способен убить этого барсука. После укуса животное просто впадает в двухчасовую спячку, а проснувшись, чувствует себя так, словно ничего не произошло. В нем выработалась определенная иммунная система к большинству ядов. То есть он спокойно выдерживает укус и скорпионов, и змей. Опять же, ученые пока не могут разобраться, в чем здесь такая удивительная особенность. Помимо физической выносливости и устойчивости к ядам, этот вид барсуков намного превосходит сородичей по уровню интеллекта. Так, зверек по кличке Софул из зоопарка в Южной Африке более 20 лет изобретает различные способы побега. Он спокойно справляется с двойными задвижками, проволокой, делает подкопы. Он сумел сбежать даже из специального вольера с бетонным полом. Он убегал из зоопарка, строил себе какие-то, перемещал камни в вольере, вот в один уголочек складывал, или потом собирал пирамиду какую-то себе вот тоже и вылезал. Зоологи не могли понять вообще, как он оттуда вылезает. Но все же откуда взялся этот уникальный вид? Чудо природы или работа современных генетиков? Большинство специалистов считает, что барсуки-медоеды это не искусственно выведенный в лаборатории вид, а результат естественной эволюции. Это доказывают и традиции древнейших племен Кении, место основного обитания медоедов. Дело в том, что у диких народов эти барсуки священные животные. Посмотрев на поведение этого животного, у любого настоящего воина возникнет огромное уважение к этому, казалось бы, маленькому зверьку. В этих племенах существует такое поверье, что если съешь сердце сильного врага, то, соответственно, получишь его силу. Поэтому-то они поедают сердца этих медоедов. По сути, кенийские охотники и пасечники сегодня единственные естественные враги барсуков-медоедов. Как показывает статистика, большую часть этих зверьков убивают или в ритуальных целях, или как вредителей. Ведь в своей охоте за медом барсуки очень часто нападают на владения пчеловодов. Причем животные уничтожают не только сам мед, но и пчел. Дело в том, что медоед в присущей ему манере, он просто врывается в логово пчел, совершенно не боясь их укусов, потому что они не могут пробить его полустую шкуру. И просто разоряет, так сказать, гнезда, следует все, что там есть. По словам зоологов, за последние 20 лет такая борьба с медоедами серьезно сократила популяцию этих барсуков. В Африке и Азии, где обитают зверьки, фермеры ставят на них капканы. Ежегодно в ловушках гибнут тысячи животных. Исследователи выдвинули новую гипотезу о смерти знаменитого австрийского композитора Амадея Моцарта. Он умер в 35 лет при странных обстоятельствах. Историки веками спорят о причинах его гибели. Одни считают, что композитора погубила врожденная болезнь, другие уверены, что Моцарта просто залечили врачи, и их ошибка стоила ему жизни. Но есть и те, кто считает, что музыканта убили. Кому и чем мог помешать Моцарт? Кто желал его смерти? И что связывало австрийского гения с масонами? Великого композитора погубила непрожаренная свинина. К такому выводу пришли американские ученые. Они считают, что Вольфганг Амадей Моцарт умер от трихинеллеза. Эту болезнь вызывают животные паразиты, и без должного лечения она может привести к смерти. Во времена Моцарта о трихинеллезе еще не знали. Зато историкам известно, что за 6 недель до смерти великий композитор ел свиные котлеты. Он упомянул об этом в одном из писем к жене. Возможно, именно заражение паразитами и есть загадочная болезнь, от которой умер Моцарт. Через 4-6 дней, обычно после этой глистной инвазии, человек, да, уже может видеть первые клинические проявления. Это проявляется в тошноте, слабости, рвоте, поэтому очень многие путают собственно говоря заражение червями с отравлением. Симптомы, похожие на отравление, и стали причиной появления слухов об убийстве Моцарта. Но что, если композитора на самом деле убили? Кто и почему это сделал? Самой известной стала гипотеза, что в смерти Моцарта виновен другой музыкант, Антонио Сальери. Эту версию поддерживал Александр Сергеевич Пушкин. Она легла в основу его трагедии Моцарт и Сальери. Пушкин писал по очень свежим следам. Он писал всего-то через 30 лет после смерти Моцарта. То есть вот эти все слухи, которые тогда ходили, они были очень свежими. И еще были живы современники, которые могли их подтвердить или опровергнуть. Тем не менее, большинство исследователей считает несостоятельной версию отравления Моцарта по заказу Сальери, который был богат и занимал должность руководителя придворного оркестра. Они общались. И Сальери даже пытался взять Моцарта к себе в заместителей придворного композитора. Он был на ранг выше. Но не получилось. Не Сальери это решал. Кого брать, кого не брать на Привенском дворе. Окончательную точку в споре о взаимоотношениях Моцарта и Сальери поставил судебный процесс, прошедший по инициативе Миланской консерватории в 1997 году. Выслушав свидетелей обвинения и защиты, в этой роли выступали биографы-композиторов, присяжные оправдали Антонио Сальери за отсутствием состава преступления. По мнению историков, настоящим отравителем мог стать так называемый черный человек. Незнакомец с ног до головы, закутанный в плащ, явился к Моцарту за несколько месяцев до смерти композитора и заказал написание реквиема. Обещая щедрое вознаграждение, он требовал только одного – вскрыть авторство произведения. От имени графа Моцарту реквием заказывало его доверенное лицо. Но то, что заказчиком был граф фон Вальзер, это был аристократ, который очень любил музыку и движимый тщеславием захотел выдать сочинение Моцарта за свое. Измученный бедностью Моцарт принял предложение, но академик Сергей Заграевский не исключает, что впоследствии композитор мог и передумать. Он не захотел быть музыкальным негром, он эту тайну раскрыл. Своим друзьям, в том числе Сальери, это уже было преступлением с точки зрения договора. Уже за это Моцарт в принципе мог быть убит, потому что он тем самым, ну, что называется, сильно подставил вот этого графа. Впрочем, причиной убийства Моцарта могло стать и другое его произведение опера «Волшебная флейта». В ней явно угадывалась таинственная масонская символика. Несмотря на то, что Моцарт сам был вольным каменщиком, для многих масонов раскрытие их секретов со сцены могло стать предательством по отношению к братству. Это было время такое, что масонство имело колоссальный политический в том числе вес, а уж тем более написать о масонах как-то так вот карикатурно, как он сделал в опере «Волшебная флейта», ну, это уже можно сказать, тоже человек сильно рисковал жизнью. Моцарт умер всего через два дня после премьеры «Волшебной флейты», что породило слухи о причастности к его смерти масонов. Тем не менее, ни одна из версий гибели композитора сегодня все еще не доказана. Дело в том, что современные ученые не могут эксгумировать тело композитора, поскольку он был похоронен в общей могиле, а именно исследование останков музыканта могло дать ответ на причины его смерти. В Чехии призрак замка Гоуска снова терроризирует местных жителей. Очевидцы утверждают, что привидение стало покидать замок после начала реставрационных работ и теперь пугает людей в любое время дня и ночи. У сооружения весьма дурная слава. Комплекс входит в список самых зловещих и загадочных средневековых замков мира. Его построили в начале 13 века по приказу правителя Богемии. Готический замок стоит над обрывом и имеет форму колодца. Причем стены и башни комплекса, к удивлению историков и архитекторов, сконструированы так, чтобы защищать от внутренней угрозы, а не от внешней. Но что спрятано за стенами старинного дворца? Откуда появилась легенда о зле, живущем в подземельях Гоуска вот уже почти 8 веков? Смотрители замка Гоуска боятся в нем ночевать. Они заявляют, что сторож крепости посидел, когда в полночь в одном из коридоров столкнулся с призраком мужчины в плаще. Его часто видят. Он может нападать на местное население, если чем-то кто-то ему не нравится. То есть ведет себя очень странно. Еще в средние века земли в 50 километрах к северу от Праги, где сегодня стоит замок, считались профлитыми. Люди боялись там селиться, а торговцы обходили эти места стороной. Купцы говорили, что их товарищи бессмертно исчезают в местных лесах. По легенде, на одном из холмов в этих проклятых землях открылись врата в ад. Сквозь расщелину из-под земли выбирались демоны. Краеведы говорят, что в 13 веке король Чехии Пржемсал Отакар II построил стены вокруг трещины, чтобы защитить своих подданных. Вокруг этой ямы были построены стены, притом бойницами вовнутрь. То есть замок и крепость строились таким образом, чтобы защищаться от тех, кто будет вылезать из ямы. Существа, которые вылезали из этой бездонной ямы. Чудовище с крыльями, как у летучих мышей. Ежегодно стены укреплялись и со временем превратились в замок. Он знаменит тем, что там погибли десятки тысяч заключенных. По легенде, король обещал им свободу, если они спустятся в расщелину, которая ведет в ад и вернутся оттуда живыми. Один из мужчин, который получил приговор на отсечение головы, все-таки решился опуститься в эту яму. Когда он приближался ко дну, он очень громко закричал. Его вытащили на поверхность и увидели, что за какие-то мгновения мужчина посидел, появилось огромное количество морщин, и он чуть ли не на 30 лет постарел. В средневековых чешских летописях говорится, что расщелину пытались засыпать землей и камнями. На это ушло несколько месяцев, а на месте разлома построили часовню, чтобы демоны никогда больше не вернулись. Ее стены украшены фресками, которые изображают борьбу ангелов и демонов. Да, на фресках изображены апостолы, воюющие с легионами сатаны. То есть рисунки, иконы и фрески там говорят именно о войне во время конца света, апокалипсиса. Современные многие религиозные деятели утверждают, что именно из этого провала начнется на планете апокалипсис. Но историки заявляют, эту легенду средневековые летописцы придумали, чтобы объяснить смерти каторжников, которые строили замок. Часовня в центре крепости, по мнению специалистов, стоит не над вратами в ад, а над братской могилой заключенных строителей. Некоторые гиды поддерживают эту гипотезу. Они считают, что призрак, которого видел сторож, это неупокоенная душа одного из погибших узников. В замке периодически появляются привидения. Привидения появляются достаточно часто, что, конечно, очень притягивает туристов и людей со многих уголков мира. Год назад, после исследований, чешские геологи заявили, что нашли разгадку тайны замка Гоуска. Местность вокруг крепости испещрена карстовыми пещерами. Ученые говорят, когда в эти природные полости попадает ветер, он превращает их в нечто похожее на флейту. Правда, вместо приятной мелодии пещеры генерируют инфразвук. Инфразвуки, они для человека не слышны, хотя сами по себе они имеют приличную в этом случае интенсивность, когда генерируется ветром. Они вызывают у человека совершенно необъяснимый страх. По словам специалистов, инфразвуковые волны могут провоцировать и галлюцинации. Именно поэтому люди рассказывают легенды о демонах и призраках в замке и его окрестностях. Страница истории стоит целого тома логики. Эта фраза принадлежит американскому поэту и писателю Оливеру Холмсу. Он утверждал, что самые логичные выводы могут быть ошибочными. Давайте наблюдать за историей вместе и не делать поспешных выводов. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели «Загадки человечества». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова